В июне 2018 года на дворные постройки многодетной семьи Шемякиных из села Красная Сосна Базарна Сызганского района внезапно загорелись. Несмотря на то, что пожарная часть находится совсем рядом, сарай и коровник спасти не удалось. Пламя было настолько сильным, что не удалось спасти и домашнюю скотину. Дети остались без молока, яиц, мяса, всего того, что давало личное хозяйство. В трудный для семьи момент рядом оказались работники соцзащиты. К нам сами люди приехали с соцзащиты и предложили для начала адресную помощь, чтобы мы начали строительство. Ну, как видите, за год с небольшим мы построились практически. И в этом году нам предложили взять уже помощь на расширение хозяйства. Сегодня хозяйство не только восстановлено, но и приумножено. Два бычка на мясо, дойная корова, шесть десятков кроликов, куры и огород с овощами, картошкой позволяют родителям не думать, чем накормить детей. Ухаживать за подсобным хозяйством умеют все. Кто помладше, кормят кроликов, кто постарше, косят и возят траву. Глава семьи и его жена Наталья ухаживают за крупным рогатым скотом. У нас и молоко свое, и творог свой, и сыр свой, и масло сливочное свое. И продаем сколько-то там. Живут небогато, но достойно и, главное, своим трудом. В доме Шемякиных каждый знает старинную русскую поговорку – как потопаешь, так и полопаешь. Поэтому от работы никто не отлынивает. Глава семейства самостоятельно спроектировал и построил теплый, непродуваемый сарай и коровник. Мы им предложили попробовать программу социального контракта. Они, правда, не сразу согласились, сказали, немного подумаем. Они подошли к этому вопросу не сразу. Сказали, подумали, посчитали. И уже пришли к нам с готовым предложением. Мы им предлагали, несколько там выборов вариантов, направлений, чтобы они сами подумали. Они пришли, сказали, что у них была уничтожена и корова, и то они хотят корову восстановить. Но чтобы дальше развиваться, уже и приобрести телят, им еще нужно восстановить надворные постройки, дальше расширить. Подобная семья далеко не единственная в регионе. С начала этого года заключено 619 социальных контрактов в рамках нацпроекта «Демография», что на 158 больше, чем в прошлом. Из уже имеющихся соцконтрактов 560 направлены на развитие личного подсобного хозяйства, остальные – на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и образовательные услуги. Помощь от соцконтракта для каждой семьи индивидуальна. Это способ заработка, предлагаемый государством, позволяющий семьям с шатким финансовым положением стать на ноги. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.